Здравствуйте! В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В столице республики на улице 50 лет советской армии столкнулся погрузчик и микроавтобус. Погрузчик, выезжая с паромной переправы, не уступил дорогу из-за густого дыма, оставленным проезжавшим ранее автомобилем. Пострадал водитель автобуса. Он доставлен в больницу с переломами и травмами головы. Я вот с причала выезжал сюда на дорогу. Чем управляли в первую очередь? Какой машиной управляли? Или трактором? Погрузчик, ЗЛ-50Ф, фронтальный погрузчик, большой габаритный, с ковшом. И я выезжаю, там фекалка едет. Сзади фекалки, там далеко было, бензовоз. И фекалки я выпускаю, потом выезжаю. И как раз эта машина, микроавтобус, выдма на обгон выехал. И я его не заметил за фекалки. На велюсь контракте столкнулись сразу несколько автомобилей. Тойота Корона, Раум и Харьер. Виновным признан водитель Короны, который не уступил дорогу Рауму и наехал на Харьер. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно осторожными. К слову о ДТП. По итогам 2017 года нелегальными таксистами допущено 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 10 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщила Госавтоинспекция Якутии. Всего в ДТП с нелегалами ранено 27 человек. Только за январь этого года нелегальными перевозчиками допущено два дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли двое и ранено 4 человека. Тем временем семиклассника грабил ветерана тыла в Якутске. Происшествие случилось в утреннее время на территории поликлиники по улице Семена Данилова. Неизвестный вырвал из рук ветерана сумку и скрылся. В сумке находился пакет документов. В тот же день пожилой мужчина должен был посетить врача. А в скором времени личность злоумышленника была раскрыта. Им оказался учащийся 7 класса одной из столичных школ. На данный момент в отношении 14-летнего жителя микрорайона Марха возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Добавим немного мистики. Полиция в Томской области официально проводит проверку по жалобе жителей поселка Марокса Колпашевского района. На происходящие в доме необъяснимые явления передает РИА новости. Согласно рапорту на имя начальника районного МВД, в понедельник днем от супружеской Читы и их 15-летнего приемного сына поступило сообщение о том, что в доме происходит что-то странное, в том числе летают ножи. Когда полицейские прибыли на место, то увидели, что в доме беспорядок. Разбросаны вещи, мебель, а в одну из стен на кухне воткнут нож. По словам жильцов дома, вот уже двое суток в доме летают предметы и падает мебель. Полтергейст продолжился и в присутствии сотрудников полиции. Упал шкаф, из пустой комнаты вылетела палка, а с полки упали книги. Как значится в рапорте, не найдя рационального объяснения о происходящем, полицейские обратились за помощью к священникам. Последних пригласили в проблемный дом для проведения обряда освящения. А в день всех влюбленных в суде рассмотрели дело жительницы Якутии, которое убило знакомого сковородкой. Прокуратура Верхнеколымского района сообщает, что в поселке Зырянка во время совместного распития спиртных напитков женщина ударила чугунной сковородкой 56-летнего знакомого. От травмы головы потерпевший, не приходя в сознание, скончался в Верхнеколымской центральной районной больнице спустя несколько дней. В суде подсудимая полностью признала вину и раскаялась содеянным. И суд ее приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Мужчина, сбивший шестерых школьников в Усть-Алданском районе, предстанет перед судом, сообщает Следственный комитет. Напомним, в октябре прошлого года 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на детей, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП один ребенок погиб. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу. В Мегино-Кангаласском районе водитель пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД. В поселке Нижний Бестях инспекторами ДПС был остановлен КАМАЗ. Водитель управлял транспортным средством с нарушением правил использования тахографа. А именно отсутствовала карточка водителя. А мужчина был приглашен в патрульный салон для составления административного материала. Во время оформления нарушитель и предложил взятку. В итоге помимо штрафа автомобилист был отправлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Теперь ему грозит срок до двух лет со штрафом в десятикратной сумме взятки. Республиканская полиция предупреждает о новом мошенничестве с помощью WhatsApp. Распространяется объявление с предложениями услуг по изготовлению дипломов, аттестатов, свидетельств о повышении квалификации, справок, водительских прав, паспортов и так далее. А полиция призывает к бдительности и просит игнорировать данные объявления. Тем более вступать в переписку, а также оплачивать услуги на счета и номера неизвестных лиц. В столице республики под лед ушел автокран марки Камацу. Со слов водителя машина ушла под лед при попытке проезда через протоку. При вытягивании крана был поврежден бак с маслом. В результате произошел разлив на площади 20 квадратных метров. Якутским комитетом охраны природы проводятся все необходимые профилактические мероприятия. На этом у меня все. Берегите себя.